Шланг для полива. Без него сложно представить себе уход за участком. Вот только товар этот не дешевый, а из строя выходит быстро. Как выбрать качественный, подскажут профессионалы. Для начала определитесь, как вы будете использовать шланг. Если же вам он необходим для уборки машины, где-то что-то немножко полить, вам не стоит обращать внимание на какие-то большие твердые шланги. Они будут для вас непрактичны. Если же вам постоянно необходимо работать на газоне, на участке, где вы будете его постоянно перекидывать, либо же использовать в строительстве, разумеется, лучше рассматривать трехслойные армированные шланги. Хороший производитель всегда укажет, из чего состоит шланг. Внутренний будет не позволять осадкам оставаться внутри. То есть они будут внутри него скользить до самого конца. Второй же слой является основой. То есть он считается одним из самых крепких. Внутри будет текстиль, который не дает резине растягиваться свыше нормы. И наружный слой, который мы, разумеется, видим, является защитным. То есть если вдруг он будет где-то порезан, еще что-то, на наружный слой всегда упадет первый удар. Идеальное решение для дачного полива – резиновый трехслойный шланг. Его единственный минус – большой вес. Пользуетесь шлангом нечасто? Рассмотрите вариант из тканевой оболочки. На сегодняшний день довольно-таки актуальным стало приобретение мягких тканевых шлангов. Они мягкие, они удобные, они очень легкие. Единственное, что они не предназначены для работы в садовых условиях. Если они где-то будут у вас постоянно гнуться, если они у вас будут лежать на морозе, если по ним вы нечаянно проедете или еще что-то, они могут лопнуть. Внутри такого шланга будет лежать маленькая резиновая трубка, которая очень мягкая. За счет этого он такой легкий и, казалось бы, надежный. И еще один совет. Купите специальный барабан. Это гарантия того, что поливочный шланг не перекрутится и, как следствие, не повредится. Продолжение следует...